Дивные деяния Твои, и душа моя знает вполне. Твои, Господи, величие и сила, и красота, и великолепие. Твои, Господи, царство и превосходство над всем, и богатство, и слава. Твои создания от вышних до нижних свидетельствуют, что они-то сгинут, а Ты пребудешь. Твоя сила, утомляющая тайной Своею, постигающую мысль, ибо мощь Твоя превышает нашу безмерно. Твои тайник силы, тайна и основания. Твои имя, сокрытое от мудрых, и сила, поддерживающая мир ни на чем, и способность выводить на свет все сокрытое. Твои доброта, что побеждают творение Твое, и благо, хранимое для боящихся Тебя. Твои тайны, которых не могут постигнуть разум и мысль, и жизнь, неподвластная уничтожению. И престол, возвышающийся над всем высоким, и обитель, сокрытая в горнем тайнике. Твое существование, что от тени, от света ее, стало всем сущим, о котором говорили мы, по теню его будем жить. Твои два мира, между которыми Ты установил границу. Первый для трудов, второй для воздаяния. Твое воздаяние, что хранишь Ты для праведников, и скрываешь его. И, видя, что оно хорошо, скрывал его. Ты один, начало всех чисел и основание всех построений. Ты один, и тайны Твоего единства мудрые сердцем, ибо удивлены и не ведут, что это. Ты один, и единство Твое не уменьшается и не увеличивается, недостаточно и неизбыточно. Ты один, и никак один из купленных и сосчитанных, ибо не достигают Тебя примножения и изменения, ни форма, ни именования. Ты один, и ради Твоего закона и предела устремлена мысль моя. Поэтому сказал я, остерегаться буду на пути своем, стеречь буду уста свои. Ты один, возвеличен Ты и возвышен Ты, от низкого до падающего, и какой один упадет. Ты пребываешь, и не достигает Тебя слушающее ухо, и не видит глаз, и не можем понять, как, почему и где. Ты пребываешь, но только ради сущности своей, а не ради другого. Ты пребываешь, и до того, как было всякое время, было бы, и без места ты обитал. Ты пребываешь, и тайна твоя скрыта, и кто ее достигнет, глубоко, глубоко, кто ее найдет. Ты пребываешь, и читаешь, и интерес. Ты велик, и пред величием твоим все великое смиряется, и всякое преимущество недостаточно. Ты величественнее, чем всякая мысль, и возносишься выше всякой колесницы. Ты величественнее всего великого и превыше всех похвал. Ты величественнее всего великое, и волнувшись. Ты величественнее всего великого и возвращается самaras На из checking всех опять же сказать, И разумеете был всем великого и празд Ты могущественный, и нет среди всех созданий твоих существ, таких, деяния которых были бы сравнены с твоими деяниями и с могуществом твоим. Ты могущественный, и твое абсолютное могущество не допускает увеличений и изменений. Ты могущественный, и по величию достоинства твоего прощаешь испуганных вне вопроса и отсрочиваешь для грешников твоих сил. Ты могущественный, и милосердие твое распространяется на все творения твои. Это могущество, которое тебе привлекло. Ты могущественный, и милосердие твое распространяется на все творения твои. Ты — свет всевышний, и глаза всех чистых душ тебя узрят, а мгла грехов от грешных глаз тебя сокроет. Ты — свет сокрытий в этом мире зримом и в мире горнем. На горе Господа будем видеть. Ты — свет вечный, и око разума тебя взыскуя изумленно. Лишь край узрит его, а весь его не будет видеть. Амин. Ты — Бог богов и владыка владык, правитель высших и нижних. Ты — Бог, и все творения свидетели твои, и славить это имя должно все созданное и служить тебе. Ты — Бог, и все создания рабы твои, и служители. И не умолится слава твоя ради служителей, свидетельствующих о другом, ибо стремление всех их достигнуть свидетельства о тебе. Но они, подобно слепым, обращают лица свои на дорогу царя и сбиваются с пути. Этот тонет в яме колодца, а другой падает в пропасть, и все они думают, что достигли желаемого, а стремились в пустую. Только рабы твои, подобно проницательным, идут дорогой прямой, не отклоняются вправо и влево от дороги до прихода во двор дома царя. Ты — Бог, поддерживающий создание божественности твоей и поддерживающий существа единственностью твоей. Ты — Бог, и нет различия между божественностью твоей и единственностью твоей, изначальностью твоей и действительностью твоей, ибо все тайна одна, и если установите имя всего одно, все идет вместо одного. Амин. Ты — мудр, и мудрость — источник жизни, изливается из тебя, и глух всяк человек, чтобы понять мудрость твоей. Ты — мудр, и изначален для всего изначального, и мудрость была при тебе питомицей. Ты — мудр, и не учился ни у кого, кроме себя самого, и не приобретал мудрости у другого. Ты — мудр, и от мудрости твоей изошло исконное желание, мастер и художник, чтобы вывести поток бытия из ничтоподобного току света, исходящего из глаза. И зачерпнул из источника света без сосуда, и сделал все без орудия, и высек, и вырезал, и очистил вырезанное, И возвал к ничто, и раскололось, и к бытию, и воздвиглось, и к миру, и распростерся, и измелил небеса пядью, и рукою связал шатер сфер, и завязал умело завесы существ петлями, и сила его желания достигает до края существ самых низших, внешние завесы, конечные в составе. Кто поведает о могуществе твоем, когда создал ты шар земной, разделённый надвое, половина суша, половина вода, и установил ты над водой сферу воздуха, Кружась, кружась, движется воздух, и в кружении своём успокаивается, и установил ты над воздухом сферу огня, И эти четыре стихии имеют одно основание, и источник их один, из него они исходят и обновляются, и оттуда разделяются, и образуют четыре главных. Кто возглаголит о величии твоём, когда ты окружил сферу огня сферы небосвода, в котором луна, и она от сияния солнца обретает белизну, и за двадцать девять дней она обращается по своей орбите, и восходит на пределы своего пути. И тайны её одни, простые, другие глубокие, И её тело меньше тела земли, как одна часть, тридцати девяти. И она вызывает каждый раз, месяц за месяцем, обновление мира и событий его, и добра его и зла его, дабы дать знания сынам человеческим о могуществе твоём. Кто повторит хвалу тебе, когда сотворил ты луну? Начало счисления праздников и времён, и сезонов, и знамений для дней года. В ночь её господство, до прихода срока её, и темнеет краса её, и окутывается по кровам темноты, ибо от света солнца свет её. И в ночь четырнадцатую, если станут оба, солнце и луна, на линии дракона, и она находится между ними, тогда луна не показывает света своего, и гаснет её светильник. Дабы знаний знали все народы земли, что творение, вышнее ли оно, или любимое, имеет на собой судью, который смиряет и возвышает. Только луна потом ущербна, и засветит после затмения своего, и присоединится она в конце месяца к солнцу. Если будет дракон между ними, и на линии одной станут оба, тогда станет луна предликом солнца, как чёрное облако, и скроет от глаз всех смотрящих его сияние, чтобы узнали все смотрящие, что не принадлежит царству воинству небесному и его легионам. Но есть владыка над ними, кто затемняет их сияние, ибо над высоким наблюдает высший, а над ними наивысший. И те, кто считал, что солнце бог их, постыдятся они, что думали так, и проверят слова свои, и узнают, что рука Господа сделала это, и не имеет солнца силы, и затмением его света один он управляет, и он посылает к ним раба из рабов своих, награждая их милостью, чтобы скрыть свет и уничтожить идола, и лишить его владычества. Кто исчислит справедливость твою, когда окружил ты на небосводе луну сферы, второй без трещины и разлома? И в ней звезда, именуемая Меркурий, и размером как одна двадцатидвухтысячная часть Земли, и проходит орбиту свою за десять дней со скоростью, и вызывает в мире споры и ссоры, и вражду, и борьбу, и дает силу, чтобы стать успешным, и собирать имущество, и накапливать богатство и деньги. Заповедовал это ему Творец, чтобы служил ему как раб пред лицом Господина, и он звезда разума и мудрости, дает простым сообразительность, юноше знания и рассудительность. Кто поймет тайны твои, когда окружил ты сферу вторую, сферой третьей, и вне Венера, как царица между воинством своим и как невеста, украшенная драгоценностями своими? И за одиннадцать месяцев обращается по своей орбите, и тело ее, как одна тридцатьседьмая часть Земли, согласно знатокам ее тайн и ученым. И по воле Творца своего она обновляет мир, его покой и беззаботность, и веселье, и радость, и песни, и гимны, и ликование невинных новобрачных. И она завязывает плод урожаев и остальных растений изобильными плодами Солнца и изобильными произведениями Уны. Кто познает пути твои, когда создал ты для семи планет дворцы в двенадцати созвездиях, и овную тельцу передал ты силу твою, объединив их, и третьи близнецы, как два брата в единстве их, и подобный лицу человека, лица их. И четвертому раку, и также льву даровал от красот твоих, и сестре его, деве, близкой ему, и также весам и скорпиону, в стороне его помещенному, и девятому созданному в форме могучего силой твоею, не слабеющему, и его луку большому. И также создал козерога, и водолея силой твоею, большою, и одно созвездие последнему. И предуготовил Господь рыбу большую. И это созвездия высокие и вознесенные в высотах своих двенадцать вождей их длинной. Кто углубится в мысль твою, когда создал ты сияние сферу разума, сияние духов и высших душ? Они, посланники воли твоей, служители перед лицом твоим, могучи силой и копьки царства в руках их пламени, меч вращающейся, исполняют все поручения, когда бы не вел их дух. Все они формы жемчужные, и живые существа высочайшие, внешних и внутренних дел твоих наблюдателей. Из места святого исходят они, и из источника света они тянутся. Делятся по чинам и на знаменах знаки, пером написанные, искусственно выгравированные. Из них князей и служители, из них воинство, повелевающие и наступающие, неутомимые и неустающие, зрячие и незримые. Из них вырезанные из пламени, и духи воздушные, из огня и из воды колесничьи. Из них серафимы, и из них пламенеющие, из них молнии, и из них искры. И каждый и чин, и из них поклоняется выседающим на небесах. И в горном мире стоят тысячи и миллиард. Делятся по стражам днем и ночью, в начале страж, в порядке хваления и песнопений, припоясненному могуществу. Все в страхе и трепете, папы на колени поклоняются тебе, и говорят, благодарим тебя, что ты Бог наш, ты создал нас, и не мы, и делал рук твоих все мы, ибо ты Господь наш, и мы рабы твои, и ты наш создатель, и мы свидетели твои. Кто приблизится к обители твоей, когда вознес ты над сферой разума, престол славы, там место тайника и великолепия, и там тайна и основания, и доселе достигает разум и останавливается, а превыше все-таки ты и возвышаешься, ты над троном могущества твоего, и никто не взойдет над тобою. Кто сделает, как сделал ты, когда создал под престолом славы твоей, место пребывания для душ благочестивых твоих, и там место чистых душ, что завязано возле жизни, и уставших, и утомившихся, там силу они восстанавливают, и там отдыхают они утомленной силой, и это сыны покоя, в нем наслаждение бесконечное и беспредельное, и это мир грядущий, и там места, и зеркало для душ, стоящих в зеркальных сонах, лицо Господа видящих и видимых присутствующим во дворце царем, и стоящих над столом царским, наслаждающихся сладостью под разумом, и он дан из лаков царя. Это покой и вотчина, которой нет конца в добре и красоте ее, и вот течет она молоком и медом, и вот плоды ее. Кто раскроет секреты твои, когда создал ты в высотах палаты и сокровища, в них грозные переговоры и слово строгости, из них сокровища жизни для невинных и чистых, и сокровища спасения для обратившихся грешников, и сокровища огня и серы для приступивших заветов, и сокровища ям глубоких неугасимого огня, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. И сокровища штормов, и бурь, и окоченения, и мороза, и сокровища града и льда, и снега, и пустынного, также зноя, и текущего потока, и пара, и иния, и облака, и тумана, и темноты, и мрака. Всем учредил ты время свое, или для милосердия, или для суда ты предназначил его. О, скала, для исправления ты установил его. «Вократа אותа нишама. Асито мене хаво, эш хасек и хатува, и нишматок каеш буараба, шенахта эй хаво, ларбдов, улешамелу, вожги каеш, бетухом, боноти сапану. Симе-эш хамешамам, и нишамаме, ларбд, и каеш, и нишамаме, ай-малеш, и тмей ашер бирай, ай-лаб, ай-мал-галеш». Кто достигнет мудрости твоей, когда дал ты душе силу познания, которые ее пронизывают, и знания, источники ее славы, и потому неподвластна она уничтожения, и будет нерушено согласно сделанное ее основание. И это дело видно, и тайно видно. И душа мудрая не увидит смерти, однако получит за грех свой наказание злее смерти. Если чиста, удовлетворится и возрадуется в день последний. И если осквернится, будет скитаться, переполняясь яростью и гневом. И все дни нечистоты свои будут одиноко сидеть, изгнанной и удаленной, ни к чему священному не прикасаясь и в святилище не входя, пока не исполнятся дни очищения ее. Кто познает тайну воздействий к твоих, когда создал ты для тела необходимые средства воздействий к твоих, и дал ему глаза, чтобы видеть знаки твои, и уши, чтобы слышать угрозы твои, и мысли, чтобы понимать малную толику тайн твоих, и уста, чтобы углашать хвалу тебе, и язык, чтобы поведать каждому приходящему о могуществе твоем, как сегодня я, я раб твой, сын рабы твоей, возвещаю по бессилию и заказ моего малейшую часть превосходства твоих. И они – это концы путей твоих, и какова мощь начала их, ибо они – жизнь для того, кто нашел их. В них могут все услышавшие их узнавать тебя, хотя и не видят лица твоего сияния, и всякие не слышавшие о могуществе твоем, как узнают можественность твою, и как войдет в сердце его истина твоя, и сосредоточится мысль на служении тебе. Поэтому отшел раб твой ее сердцем своим, поминая перед лицом Бога своего маленькую часть из глав хваления его. Может, с ними грехи его отложатся, и чем преврестима милость Господина своего, как неглавами». Субтитры создавал DimaTorzok